Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о западных ценностях или о европейских ценностях. В принципе, это одно и то же, потому что западные ценности это и есть европейские ценности. Ведь что такое запад? Современный запад это Европа плюс Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия и до определенной степени Израиль. То есть страны Европы и бывшие европейские колонии, точнее бывшие британские колонии. И ведь даже Израиль в какой-то степени это бывшая британская подмандатная Палестина. После того, как она была отобрана у Турции и разделена. Вначале часть Палестины отдали в состав Иордании, потом и то, что осталось, разделили между арабским и еврейским государством. Но это отдельная тема. Итак, поговорим о западных ценностях. Вообще, этот видеоролик записан в основном для моих дорогих восточноевропейцев. Я сам один из вас. И также отчасти для так называемых российских оппозиционеров. Естественно, ролик записан по-русски. Нет, я, конечно, мог бы записать отдельные ролики по-русски, по-латышски, по-украински, может быть, даже по-эстонски, может быть, даже по-грузински, по-польски, само собой. Но этого было бы недостаточно. И в любом случае это потребовало бы слишком много работы и слишком много времени, которого у меня, извините, нет. А русский язык это для всех для нас так называемая лингва франка или язык межнационального общения, которое мое поколение и те, кто чуть-чуть помоложе, прекрасно понимают. Нет, конечно, иногда мы не очень хотим признать, что мы его понимаем. Но ничего в случае, как-нибудь все-таки, да, поймем. Вы извините, конечно, что я дурачусь. Тема-то, конечно, серьезная, но почему немного не подурачиться? И так все настолько мрачно, что немного юмора или самоиронии никогда не помешает. Так вот, ролик я решил записать один и на русском языке. На общепонятном, так сказать. Конечно, я запишу еще один ролик на английском, такой же. Это уже для более молодого поколения, которое от русского языка, я надеюсь, несколько отошло. Итак, о западных ценностях или европейских ценностях. Сегодня вы, конечно, прекрасно знаете, что вам суют под видом западных ценностей. Наверное, я не должен даже это называть, потому что вы это прекрасно знаете, а в условиях отсутствия свободы слова, а сегодня свободы слова у нас абсолютно отсутствует, может быть, даже лучше это своими именами не называть. Но как-то в стороне осталось свободам, права человека. И все больше на первый план выходят однополые браки, трансгендерство, что там еще, пропаганда наркомании и других совершенно замечательных ценностей. Кстати сказать, я не хочу сказать, что трансгендерство, однополые браки, наркомания, это плохо. Так же, как я не хочу сказать, что это хорошо. Это вообще не имеет значения. Сейчас мы просто посмотрим на то, являются ли эти ценности европейскими, западными или, может быть, это ценности какие-то другие. В конце концов, решать вам, а не мне. Я только выражаю даже не свое мнение, а просто пытаюсь расставить так называемые точки над «и». Позвольте себе напомнить вам что-то, что многие из вас, я надеюсь, вообще-то помнят, а многие уже и забыли. Так вот, основу западноевропейских ценностей составляет, хотите вы это или не хотите, нравится вам это или не нравится, христианская вера. Католическая, лютеранская, до определенной степени православная, но так или иначе христианская. Между прочим, сам я практикующий католик, хотя и не повернутый на религии, ни в коем случае. И сразу хочу сказать, я совершенно не призываю вас раз в неделю ходить в костел или церковь. Я не призываю вас размазываться по каменному полу костела перед алтарем или биться об него лбом в православной церкви. Это совершенно не нужно. Но я вообще вас, честно говоря, ни к чему не призываю. Но просто надо помнить, что христианская вера была и остается основой европейских ценностей, европейской культуры, и она сделала Европу и бывшие европейские колонии тем, кем они сейчас являются. Кстати сказать, помолиться перед едой иногда, безусловно, вам не повредит, или помолиться за себя и за своих друзей, но это отдельная тема. Кстати, самое смешное, что большинство из вас, конечно, считают себя атеистами, но в трудную минуту почему-то начинают обращаться к каким-то высшим силам. Это совершенно естественно, этого не надо стыдиться, но просто не надо и об этом забывать. Ну а коль скоро христианство является краеугольным камнем европейских западных ценностей, вы можете провести свое исследование и посмотреть, как священное писание, как Библия, как христианская религия до ее недавних изменений, не хочу сказать извращений, изменений, изменений. Как оно относилось к таким ценностям, как гомосексуализм, трансгендерство, скотоложество и так далее. Я не буду приводить цитаты, это не значит, что я не могу их привести, хотя, конечно, богослов изменяющий тот. Но я все-таки хочу, чтобы вы провели свое независимое исследование. Гугль вам в помощь, дерзайте, и вы прекрасно все найдете. Также можете почитать Библию, только не читайте последние издания, которые, вообще-то, Библия уже, наверное, сотни раз переписана, но в течение последних 20 лет она была переписана совершенно без пардон. Так что вы уж лучше почитайте старые издания Библии, или поговорите с хорошим священником, желательно пожилого возраста, которому уже нечего терять. Знаете, ведь даже католическая церковь теперь разложилась практически полностью. Посмотрите на нашего последнего папу, я не должен так говорить, но ничего страшного. Если вы православные, то очень советую послушать Дьяка Кураева, при всех его особенностях это настоящий священник, знающий Писание и неплохой богослов. Он тоже вам ответит на многие волнующие вас вопросы. Конечно, основой европейской культуры, западной культуры, является не только христианство, и даже, я бы сказал, не просто христианство, а христианство, наложившееся на античное наследие, на наследие Древней Греции и Рима. В результате получился достаточно неплохой сплав, который, опять-таки, в общем-то и сделал Запад тем, что он есть. Что характерно, восточные христиане, православные христиане, а православие родилось в Византии, грубо говоря, в Греции, как и странно, там античные традиции были отвергнуты, что, кстати, очень жаль. Это ничего хорошего не привело. То есть, повторю еще раз, христианство – это один из краеугольных камней западных европейских ценностей. И, как вы, может быть, знаете, на сегодняшнем Западе, на сегодняшнем Западе, захваченном совсем другими силами, идет гонение на христианство. Если в Западной Европе, в Канаде и в некоторых штатах США вы скажете, что вы христианин, это равносильно тому, чтобы сказать, я расист, а не я фашист. Что говорит, к сожалению, о многом. И говорит о том, кто заправляет, надеюсь, временно сейчас на Западе. Но это один краеугольный камень западных ценностей. Между прочим, кто-то сейчас может сказать, а какое отношение христианство имеет к Европе, и особенно к Европе Западной. Есть даже такие псевдоинтеллектуалы, например, в России, которые называют христианское учение не иначе, как древнееврейскими сказками. Ну да, скажут вот такие эрудированные интеллектуалы. Христианство возникло в Иудее на Ближнем Востоке. Вот приятно иметь дело с эрудированными людьми, которые что-то знают, но, к сожалению, знают не все. А даже в Верхом Завете было написано, что частичное знание равно незнанию. Поэтому давайте разберемся и с этим. Итак, где же возникло христианство? Правильно, все мы знаем, что в Палестине. Ну так вот, Палестина, это же не Европа, скажет кто-то из эрудитов. Хорошо, давайте посмотрим, кому же принадлежала Палестина в те времена, когда там родился и жил Иисус Христос, а также в течение нескольких столетий после. Все правильно. Палестина, как вы видите на этой карте, Палестина принадлежала Римской империи. Этаком предтече Евросоюза, кстати, намного более успешной. Правда, конечно, Палестина находилась на окраине этой паневропейской империи, но, тем не менее, в ее составе. Так что в этом плане никакого противоречия нет. Палестина входила в состав паневропейского государства Римской империи и, соответственно, в значительной мере культурно и политически принадлежала к Европе. Теперь посмотрим вот на эту карту, которая показывает нам, как христианство распространялось из Палестины на север и запад. Вот в темно-синем показаны территории, где доминировало христианство к концу 3 века нашей эры. И мы видим, что оно постепенно распространялось все дальше и дальше по всей Римской империи и даже за ее пределами. Например, в Армению, Грузию и Месопотамию. То есть, как мы здесь видим, весь западный ближний восток, ну, точнее, западная часть ближнего востока, а также северо-западная, северо-восточная и частично восточная часть ближнего востока, вплоть до 8 века нашей эры, являлись частью христианского европейского мира. То есть, конечно, они отличались от западной Европы или от восточной, но тем не менее, в определенной степени были ее частью. Ситуация на Ближнем Востоке начала меняться в конце 7 века и в течение 8 века нашей эры, как мы видим на этой вот карте, которая даже на русском языке. Связано это было с экспансией арабов и экспансией ислама, что было фактически одно и то же. Арабы, вооруженные агрессивной религией, начали продвигаться в направлении владений бывшей Римской империи, теперь уже Восточной Римской империи. Да, Римская империя к тому времени распалась на Западное и Восточное. Западное также уже прекратило свое существование, а Восточная Римская империя стала называться Византией. Так вот, арабы начали постепенно захватывать Ближневосточное владение Византией империи, а также ряд других христианских и нехристианских стран. На этой карте мы видим, как современный Ближний Восток подпал под власть арабов к концу 8 века. При этом в таких странах, в таких областях, как Сирия, Палестина, Египет, Ливия, на этот момент, на момент, который мы видим на карте, христиане все еще составляли большинство населения и все еще были связаны с Европой. Смирилась ли Европа, смирился ли Запад с потерей Ближнего Востока, христианского Ближнего Востока? В течение первых примерно 200 лет после завоевания арабами могло показаться, что смирился. На самом деле, конечно, нет. Кстати сказать, после арабской волны западную часть Ближнего Востока и северную часть накрыла другая волна. Пришли орды турок-сельджуков из Средней Азии. Они тоже исповедовали ислам, причем намного менее толерантный, намного более агрессивный. В результате, по многим причинам, в Западной Европе появилась тенденция к тому, чтобы вернуть, отвоевать обратно святые для христиан палестинские земли. Ну и этому способствовали, конечно, слезные мольбы о помощи как со стороны византийских императоров, терявших территории, так и со стороны многих христианских общин, в том числе армянских. Кроме того, были, конечно, и другие причины демографического характера, экономического характера, но у нас сейчас нет ни времени, ни нужды об этом говорить. Так или иначе, в самом конце XI века началась серия войн, известных как крестовые походы. Между прочим, когда вы говорите с мусульманскими фанатиками, которые обвиняют христиан во многих грехах, в том числе и своих, они задают вопрос с такой подколкой. А как насчет крестовых походов? На что я и сам отвечаю, и советую другим отвечать. А что насчет крестовых походов? Западноевропейские рыцари и короли, и князья попытались вернуть захваченные мусульманами христианские земли. Ничего такого уж страшного, особенно с учетом эпохи, не произошло. Ну и вот вам для наглядности еще одна карта, тоже, кстати, на русском языке, которая иллюстрирует первый крестовый поход. Эта операция длилась с 1096 по 1099 годы. И рыцарство из Западной Европы преимущественно, германское, французское, итальянское, бургундское, английское, шотландское, двинулось отвоевывать святые земли и помогать разрушающейся Византийской империи. Кстати сказать, в последующих крестовых походах приняли участие также и восточноевропейские рыцари, чешские, венгерские в большом количестве, польские в небольшом количестве, сербские, а также даже армянские и грузинские. Вообще, в серии этих войн, борьба между западом, христианским западом и исламом за западный и северный ближний восток длилась более 300 лет. Как вы можете видеть вот на этой карте, европейцам удалось создать несколько христианских государств в Палестине и Сирии. В первую очередь, это Иерусалимское королевство, а также графство Триполи, княжество Антиохии, графство Эдесса, несколько других более мелких государств. Но, к сожалению, для Запада этот проект в конечном счете провалился. Палестинские земли и сирийские земли крестоносцам пришлось оставить. И финальным трагическим аккордом крестовых походов явилось, можно сказать, падение Константинополя в 1452 году, когда этот блестящий город, ранее блестящая столица христианской и византийской империи, был захвачен турками. Уже не турками-сельджуками, а турками-османами. В результате христианский Ближний Восток и даже частично Балканы оказались для Запада потерянными. Ну, а в Ближнем Востоке христиане в основном оказались ничтожным, угнетаемым и даже презренным меньшинством. Ну, правда, не везде. Например, Ливан еще до недавнего времени мог считаться христианской страной, кстати, очень близкой по культуре к Западной Европе. Христиане, так же, опять-таки, как меньшинство существует в Сирии, в Ираке, в Кувейте, в Египте. В Сирии даже они воюют немножко. Но, тем не менее, Ближний Восток для христианства был практически потерян. И центром и средоточием христианства стала Европа. Вот как вы видите на этой карте. Эта карта иллюстрирует мир в 17 веке, то есть через 200 с лишним лет после падения Константинополя. И мы видим, что средоточием христианства является Европа в том числе и, кстати, Россия, которая была православной страной. Ну, и дальше оно пошло распространяться в европейские колонии. В Северной Америке, в Южной Америке и также частично в Африке и в Азии. Что касается Ближнего Востока, то с Ближнего Востока на Запад хлынул поток беженцев, эмигрантов. Их было несколько волн. Перемещались сотни тысяч людей. Надо сказать, что в те времена выходцы с Ближнего Востока не очень сильно отличались от западных и центральных европейцев. Ни внешне, ни тем более культурно. Так что интегрировались они очень быстро. И даже есть такое мнение, что именно вот эти беженцы-эмигранты способствовали развитию такого явления, как Ренессанс. Не знаю, насколько это верно. Тут сложно судить. Но что я могу точно сказать, так это то, что Ренессансная архитектура в значительной мере обязана своим существованием греческим и армянским, а также ливанским каменщикам, которые умели строить в определенный период времени намного лучше, чем западные европейцы. Но это уже совсем другая тема. Ну и двух тысячелетий, по-моему, достаточно для того, чтобы считать это европейской западной ценностью. Ну что же, дорогие дамы и уважаемые господа. Про христианские западноевропейские ценности мы уже поговорили. Теперь поговорим про другие ценности, которые сегодня нам так навязчиво подсовывают властители дум в качестве новых западных ценностей. Эти ценности вам всем хорошо известны. Это однополые браки, трансгендерство, инцест уже почти стал ценностью, педофилия уже почти стала ценностью, ну и, разумеется, легальное употребление самых тяжелых наркотиков. Все эти ценности, я, кстати, не хочу сказать, что они плохие или хорошие. Во-первых, кто я такой, чтобы давать оценку, плохое или хорошее? Во-вторых, в современном обществе таких критериев вообще не существует. Ну а в-третьих, самое главное, говорить о том, что хорошо, что плохо, можно в условиях свободы слова. А у нас свободы слова практически уже не существует. Но об этом, кстати, мы поговорим отдельно. Так вот, эти ценности, которые я только что перечислил, которые сейчас нам подсовывают как основополагающие западные ценности, являются, конечно же, антихристианскими и даже, я бы сказал, антибиблейскими. Потому что в Священном Писании, в Библии, а также в Торе, в Ветхом Завете, к всем этим ценностям отношение совершенно нетерпимое. Сегодня, конечно, подравляющее большинство священников христианских ничего плохого про эти ценности вам не скажут. И я их не осуждаю, потому что никто не хочет потерять работу, а то и сесть в тюрьму за пропаганду ненависти. При этом, кстати, должен сказать, что значительная часть верующих евреев, например, а также еврейских раввинов продолжают относиться к этим ценностям достаточно нетерпимо. Но еще раз повторяю, я не хочу сказать, что эти ценности плохие или хорошие. Мы просто пытаемся собрать факты. Пока что за это еще серьезно не наказывают. А там посмотрим. Ну и коль скоро эти ценности антибиблейские, посмотрим, откуда они пришли. Ну, если судить по, опять-таки, самым ранним источникам, если судить по Ветхому Завету, то пришли они к нам, опять же, с востока, из двух прекрасных городов под названиями Содом и Гоморра. Ну, также там было еще парочка маленьких городков рядом с Содомом и Гоморрой и постигла их та же судьба. А где же лежали Содом и Гоморра? Ну, само собой, не в Европе, это мы уже знаем, а лежали они где-то на востоке, опять-таки, на Ближнем Востоке. Есть разное мнение о том, где они находились. Есть мнение, что сейчас их руины лежат на дне Мертвого моря, примерно в районе границы между Израилем и Иорданией. Но более вероятно, что они даже были поближе к Вавилону, на территории современного Ирака, то есть, древнего Междуречия. Кстати сказать, еще 50-60 лет назад и, конечно, намного раньше, в Западной Европе такие вещи, как, опять-таки, однополые браки, трансгендерство, инцест, педофилия и прочее, и прочее, называлось одним словом Содомия. Прошу отметить, я так это не называю, это они так называли 50-60 лет назад. Даже больше вам скажу, премьер-министр Великобритании, известный сэр Уинстон Чёрчилль, когда в парламенте Великобритании ставился вопрос о том, признавать или нет Советскую Россию, министр Чёрчилль сказал, что признавать нельзя ни в коем случае. Он сказал даже больше. Он сказал, сегодня мы признаем советскую власть, а завтра мы признаем Содомию. Видите, как интересно получилось. Советскую власть, конечно, признали, ну, а потом и сами понимаете, да. Вот ещё раз, ещё раз подчёркиваю, я не говорю, что это плохо или что это хорошо. Я уже объяснил, почему. Мы просто пытаемся установить факты. Итак, Содом и Гоморра. Вот на этой картинке слева мы видим, как современный художник изобразил все их ценности, которые были частью образа жизни прекрасных городов Содома и Гоморры, а также других более мелких городков, которые находились вокруг. Что мы здесь видим? Мы видим здесь однополые отношения, мы видим здесь скотоложество или зоофилию, мы видим инцест, мы видим копрофилию, кстати, тоже, растление малолетних и все остальные ценности, которые сегодня нам представляют как ценности западные, как ценности европейские, но которые в Европе до совсем недавнего времени ценностями не считались. Всё это описано и в Ветхом Завете, и частично в Новом Завете тоже. Ну давайте для разрядки глянем, как показывали Содом и Гамору в одном из голливудских фильмов 70-х годов, когда эта тема ещё не была запретной и когда к ней ещё можно было обращаться без риска быть обвинёнными во всех смертных грехах. По правде говоря, я думаю, что всё это выглядело даже не так эстетично, как показано в этом фильме, а скорее так, как показано на этой карикатуре. Это карикатура как раз на тех, для кого эти ценности являются ценностями сегодня, на сегодняшнем западе. Но, конечно, нас тогда там не было и мы точно этого не знаем. Что мы знаем, однако, из Ветхого и Нового Завета, это то, что Господь Бог покарал Содом и Гамору и испепелил их огнём. и КОНЕЦ 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 Впрочем, с точки зрения ученых, города Содом и Гамура, а также территория вокруг них, были уничтожены то ли несколькими метеоритами, то ли даже небольшим астероидом, упавшим на поверхность Земли. Садеж КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хотя, опять-таки, с точки зрения верующего человека, метеорит лишь бы куда просто так не падает. Но даже если бы они не были разрушены метеоритами, они бы погибли в течение одного поколения, это совершенно понятно, потому что по ряду объективных причин с такими ценностями общество долго не живет. Эти ценности ведут к смерти общества и к замене населения эти ценности исповедовавшим. Кстати сказать, все вот эти чудесные ценности также некоторое время были ценностями в Древнем Египте, до этого в Древней Вавилонии и отчасти в Древнем и ранне-средневековом Иране. Правда, во всех этих трех случаях эти ценности не были ценностями масс, а были более или менее тайными ценностями элит этих государств. Древней Вавилонии, Древнего Египта, Древнего и ранне-средневекового Ирана или Персии. И, как мы знаем, везде это кончилось достаточно плохо, кончилось падением этих держав и частичной или полной заменой их населения. И еще один момент. Многие из вас, просмотрев вот эту часть видео, скажут, ха-ха-ха, можно подумать, что в Европе, даже когда она была абсолютно христианской, не было так называемой садовии, не было гомосексуализма, не было инцеста, не было растления малолетних и так далее, и так далее. Ну, конечно же, было. Все это было, ибо, увы, там жили люди, и ничто человеческое никому не чуждо. Или, опять-таки, говоря языком Библии, слаб человек. Но другое дело, что все эти явления, которые были, есть и будут, пока будут людям, тем не менее, не считались ценностью. А вот ценностью они как раз считались в Содоме и Гаморе, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, что же, друзья, мы поговорили более чем достаточно о христианских и нехристианских ценностях, социальных, духовных, социально-сексуальных тоже. Поговорим еще о нескольких ценностях. Одной из очень важных европейских западных ценностей традиционно была свобода. Свобода личности, свобода группы, свобода нации. За свободу столетиями боролись предки нынешних европейцев, и наши с вами предки, кстати, тоже. И боролись довольно успешно. Исторически существовало два центра, откуда свобода распространялась по Европе. С одной стороны, это Древняя Греция, древнегреческие города-государства, где свобода ценилась превыше всего, и в которых были поставлены первые в мире демократические эксперименты. Вот на карте мы видим Древнюю Грецию, она здесь зелененькая, а также берега, колонизованные свободными греками, свободными греческими полюсами в 8-6 веках до нашей эры. Как мы видим, так вот они распространялись по всей Южной Европе, и даже по Черноморскому бассейну, включая Крым, Кавказ и современное Черноморское побережье Украины. Другим центром, откуда демократия также распространялась на Европу, но уже в более позднее время, в позднеотичный, ранне-средневековый период, была Скандинавия и выходцы из Скандинавии, германские племена, которые хлынули в Центральную и Западную Европу, и даже выплеснулись в Восточную Европу и в Северную Африку. Вот так выглядели германцы, когда они наступали на римлян. Вот так они распространялись по Европе, и Центральной, и Западной, и Восточной, и даже, видите, в Северную Африку они хлынули. У так называемых германских варваров тоже была своего рода демократия. Примитивная, конечно, демократия, но был тинг, разновидность парламента, где представители всех сословий могли, по крайней мере, сказать свое слово. А вот так выглядел германский или скандинавский тинг. Несколько позже, правда, германцы, образовавшие свои государства в Центральной и Западной Европе, переняли римскую деспотию, и на короткое время создали достаточно деспотические и тиранические государства, но и они впоследствии начали меняться. Почему? По многим причинам, одной из причин являлось двоевластие. С одной стороны, Ватикан, католическая церковь, с другой стороны, власть королей, герцогов, князей, баронов, маркизов и так далее. Я не хочу сказать, что власть католической церкви всегда была идеальной. Много там было уродств, как и есть сейчас, много было перекосов, но много было и хорошего, в том числе, и в том, что католическая церковь и Папа Римский мог при большом желании поставить на колени, не в переносном, а в буквальном смысле слова, любого короля и даже германского императора, когда была первая германская империя. Такие случаи были. С другой стороны, и короли, и герцоги, и князья также старались не допускать перекосов во власти церкви в их странах. Это было похоже, как, не знаю, где-то лет сорок с лишним назад одна девочка из не очень беспроблемной семьи хвасталась тем, что если ее накажет мама, то заступится папа, а если накажет папа, то заступится мама. Вот так это примерно было в Центральной Западной Европе. Вот так примерно выглядело это двоевластие. Помимо светского и церковного двоевластия, в Центре, а также на Западе и частично на Юге Европы развивались и другие анклавы, другие азисы свободы. В первую очередь это вольные города. Вольные города Германии, больше всего известен, я думаю, всем из вас, так называемый Ганзейский союз, а также вольные города Северной Италии, Герме, Флоренция, Венеция, Лука и многие другие. Свободные города Франции, свободные города Англии, я уже не говорю о скандинавских странах. Эти города были настоящими центрами, откуда по всей Европе, по всему континенту расходились кругами идеи личной свободы. Помимо Германии, на востоке Европы свободные города развивались в Польше, Венгрии, разумеется, в странах Балтии, в частности в Литве, также в Белоруссии, которая принадлежала Польше и Литве, также на большей части Украины, которая находилась под управлением Польши, ну и в Трансильвании, в части Румынии, которая тоже входила в состав Венгрии и, конечно, в Хорватии. Вот они, основные ганзейские города. В основном это север Германии, Нидерланды, в определенной степени Швеция, ну и земли латышей и эстонцев, как мы видим. И, кстати, даже одно время Великий Новгород. Это будущее России. А вот только белорусские города, имевшие магдебургское право. Ну, в то время Беларусь входила в состав Великого княжества Литовского, но, согласитесь, впечатляющая карта. Вот это был еще один источник, живительный источник свободы и права. Тут же можно сказать и о свободных горных районах, в частности, о свободных горцах Швейцарии. И я должен тут отметить, что в большинстве азиатских и африканских стран никакой свободы в этот период не было, и даже речи о ней не было. Более того, в большинстве языков мира, не европейских языков, нет такого понятия, как свобода. В частности, в китайском языке. Объяснить людям там, не знающим английского, например, или другого западного языка, что такое свобода и демократия, совершенно не представляется возможным. И вот можно сказать, что борьба за свободу у западных людей увенчалась успехом к началу 20 века. И вот ведь что характерно, свободные люди обычно имеют инициативу, и в результате этой инициативы свободным людям легко удалось завоевать значительную часть мира. Вот смотрите на карту нашего бренного мира в 1913 году, буквально накануне Первой мировой войны. И что мы видим? Примерно половина нашего мира колонизована такими свободными странами, как Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия. Ну и опоздавшая к разделу мирового пирога Германия и Италия. Да, Португалию я тоже забыл. А также бывшая колония, например, Соединенные Штаты Америки. Другая половина мира принадлежит четырем крупным деспотиям. Это Российская империя, Китай, Османская империя и Иранская империя. Ну туда же можно добавить Афганистан. То есть половина на половину. Особняком стоит Латинская Америка. Недавно освободившаяся от западного колониализма, от испанского и португальского, Латинская Америка представляет собой очень интересный субконтинент. Элита большинства этих стран, она остаивалась европейской. И сейчас, кстати, остается. И живет по европейским законам. Ну а основная масса населения, в основном потомки индейцев и также потомки рабов, везенных из Африки в некоторых странах, как Бразилия, например, они жили не по-европейски. Сейчас живут тоже не очень по-европейски. В этом плане, между прочим, латиноамериканские страны чем-то подобны России. Но об этом тоже другой раз. Иными словами, к 1914 году свобода в той или иной мере доминировала в центральной, западной, северной Европе и в европейских колониях и бывших колониях. И в Восточной Европе, опять-таки, она даже выплеснулась в 20-е годы 20-го века, когда образовались новые демократические страны. Например, в Прибалтике образовалась демократическая Чехословакия и так далее. Но с этого же момента также что-то пошло не так. Что пошло не так, мы сейчас вдаваться в эти подробности не будем. Но скажем только, что начиная с конца 20-го века и особенно в течение первых двух декад 21-го века, постепенно, тихо-тихо о свободе, как о ценности, как о западной ценности перестали говорить средства массовой информации, перестали об этом говорить в школах, в университетах и так далее. Вроде бы теперь это уже и не ценность, и уж точно не западная. Хотя на самом деле это самая настоящая западная ценность, которая сегодня, к сожалению, оказалась потерянной. Что мы видим? Мы видим фальсификацию выборов почти во всех ранее демократических странах, включая теперь уже и Соединенные Штаты. Мы видим полный крах свободы печати, свободы слова и свободы совести. Без этих трех свобод никакая демократия невозможна. Я об этом уже говорил в одной из предыдущих лекций. И могу повторить еще раз. Вот хороший пример. Посмотрите на этого красавчика. Это месье Леонель Джавспен, который с 1997 по 2002 год был премьер-министром Франции. Знаете, что он сказал публично, будучи премьер-министром? Эти люди, имеется в виду население Франции, могут протестовать сколько им угодно. Все равно мы будем делать то, что считаем нужным. Вот так вот. Вот такое отношение к демократии и свободе. Отдельный вопрос, кто это такие мы, которые будут делать то, что им нужно. Об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Ну, это, по-моему, очень неплохая иллюстрация деградации современной свободы и демократии. И действительно, не только во Франции, а вот возьмем, например, Германию, где подавляющее большинство населения не хочет, чтобы страну заселяли так называемыми беженцами из Африки и исламского мира. Но можете не хотеть сколько вам угодно. Все равно заселение продолжается и, возможно, будет продолжаться. И, в конце концов, мы видим, что хочется надеяться, что временно в большинстве западных стран свобода утрачена. Дай Бог, чтобы ее удалось вернуть. Хотя опыт показывает, что свободу очень легко потерять, но очень трудно завоевать обратно. просто так полюбовно никто вам вашу свободу не отдаст. Теперь еще две очень важные западные, европейские, как хотите, ценности, которые идут вместе. Это уважение к труду и его продуктам, а также уважение частной собственности и незыблемость частной собственности. Что касается труда, я думаю, что многие из вас, кто имел возможность общаться со своими дедушками и бабушками, я уже не скажу родителями, наверное, слышали от этих дедушек и бабушек, я лично слышал от своих дедушек и бабушек это, что еще в недавние времена плохо жил тот, кто не хотел работать. А кто хотел работать, кто хотел учиться, те жили либо очень хорошо, либо по крайней мере достойно. Опять-таки уважение к труду и к его продуктам это ценность, которая была характерна только для Европы. Ну, а также для стран, которые были европейцами колонизованы. В большинстве других стран мира работающий человек это, ну, если не раб, то, по крайней мере, как это теперь говорят, лузер или лох, извините за такие выражения. Мастер не уважался. Мастеру можно было выколоть глаза, если он построил, например, хороший дворец, а вы не хотели, чтобы он построил его другому правителям. Можно было просто его убить, не заплатив денег. Ну, естественно, оплатить деньги. Зачем? Если можешь не платить. Это так было во всем мире, кроме, опять-таки, Европы. Сегодня, что говорить о труде? Сегодня даже в школах в западных странах детям объясняют, что работы у вас, скорее всего, не будет, жить вы будете плохо. Исключение составляют супер дорогие частные школы. Там по-прежнему учат тому, что труд это ценность. Но для большинства труд ценностью быть перестал. Люди понимают, что одним трудом сыт не будешь. И это очень прискорбно. Эта западная ценность утеряна. Слава Богу, пока еще вроде бы, вроде бы неизыблемой является частная собственность. Но и там уже есть тревожные звоночки. Так, на территории Германии, современной Германии, уже идут разговоры о том, чтобы поселять беженцев из Африки и исламского мира в пустующие квартиры без согласования с их хозяевами и без разрешения их хозяев. В Канаде уже есть разговорчики наверху о захвате банковских счетов. Людей, которые, как они считают, не очень много денег тратили во время ковидобесия. Так что и это тоже теперь под вопросом. Теперь поговорим еще про две западные ценности, которые, как правило, шли в паре. Это достоинство и репутация. Ну, что такое достоинство, объяснять, наверное, не надо. Что такое репутация, впрочем, тоже. Любой человек, который что-то собой представлял на Западе, в Европе, в европейских колониях, в том числе и бывших, старался вести себя так, чтобы его семье, его соседям, а если он был политиком, то тем, кто за него голосовал, не было за него стыда. Кроме того, хочу сказать, что если, например, кто-то, не дай бог, кидал в политика тухлым яйцом или, не дай бог, умудрялся дать ему пощечину, то такой политик обязан был уйти в отстатку. Даже если пощечину дали несправедливо, даже если политик был очень хороший, потому что достойному человеку пощечину никто дать не посмеет. Я уже не говорю о том, что люди с достоинством и с репутацией, как правило, ходили без охраны, вплоть до начала разгула терроризма. Потому что, ну, кто посмеет посягнуть на достойного человека? Даже в недемократической совсем стране, как Российская империя, буквально до конца 19 века царь часто появлялся без охраны. Ну, посмотрите, с каким эскортом ходят нынешние политики, точнее, ходят и ездят. Я уже не говорю о достоинстве и о репутации. Мы тут знаем про то, как президент сверхдержавы занимался оральным сексом в овальном кабинете и ничего, все нормально. Ну, это еще ладно. Мы знаем про то, как современные политики занимаются сексом с детьми на некоторых райских островах. Иногда даже этих детей не только насилуют, но еще и убивают. И тоже ничего. Сидят себе на своих креслах и даже не стесняются. Ну, а уж о том, как выглядит сегодня белый дом, опоясанной колючей проволокой, окруженной какими-то странными людьми в военной форме, по-моему, и говорить нечего. Сами прекрасно все видели. Так что, видите, вот эта парочка ценностей тоже от нас ушла. Ну, и последняя ценность, о которой я хотел бы с вами сегодня поговорить, я чувствую, что я вас уже порядком утомил, это независимые и объективные суды. Были, были такие независимые и объективные суды на Западе, были и нет. В качестве одного из доказательств о том, что они были, приведу старую историю с Фридрихом Великим королем Прусским. Пруссия, между прочим, отнюдь не была демократической частью Германии, скорее это был пример военизированного абсолютизма и тем не менее, когда король Фридрих Великий, прославленный полководец, вообще интересная личность, попытался отобрать мельницу у простого прусского крестьянина, просто потому, что эта мельница портила ему вид из окон его дворца. Суд в Пруссии встал на сторону крестьянина и мельница осталась там, где ей положено было быть. И крестьянин остался ее владеть. Вот такие были суды. Даже в не очень демократической стране, мягко говоря. Во что превратились суды сегодня? Ну, в общем-то, мы сами знаем, кто связывался с этой системой современной юриспруденции, или у кого друзья с ней связывались, или кто читал об этом. Мы знаем, что они превратились в полный фарс. И в Европе, и в Америке, и в Австралии, и в других странах, которые относятся к нашей европейской цивилизации. Вплоть до того, что у нас отняли принцип презумпции невиновности. Это одно из важнейших достижений европейской цивилизации, когда вы не обязаны доказывать свою невиновность. Сейчас, во многих случаях, вы доказывать свою невиновность обязаны. И, в общем, это отнюдь не в европейских традициях, это идет из самых мрачных восточных деспотий. Но, с другой стороны, конечно, вы потеряли принцип презумпции невиновности, но зато получили право на однополые браки. У вас отобрали свободу слова, но нечего расстраиваться, зато вы получили свободный доступ к наркотикам. Нельзя же иметь все сразу, нельзя иметь все конфеты одному человеку, правильно? Вот, у людей и выбор таким образом ставится. Какие ценности выбирать? Я, кстати, еще раз говорю, я не хочу сказать, что однополые браки это плохо, и что наркотики это плохо, наверное, это даже и прекрасно. Может быть, принцип презумпции невиновности плохо, для кого-то хорош, это другое дело. Но, просто, вот, как-то интересно, что одни принципы, и одни права и свободы исчезают, и вместо них они заменяются другими. А вот какие из них более ценные, это каждый из нас сам, конечно, решает. Ну, вот, и поговорили мы с вами о ценностях. О ценностях западных, о ценностях псевдозападных, на самом деле, идущих из самых мрачных древних восточных и южных деспотий. А уж какие ценности кому выбирать, это дело каждого из нас. Вообще, конечно, сегодня очень легко плыть по течению и принимать те ценности, которые нам подсовывают странные люди, выдавая их за ценности западные, за ценности западноевропейские. Нет, действительно, по течению плыть легче всего. Вот только не факт, что вам понравится то, куда вас течение принесет, и не факт, что вам там будет хорошо. Но, вы знаете, еще в Ветхом Завете сказано, что дохлая рыба плывет по течению, а живая рыба может плыть и против течения. Особенно, если против течения вы плывете в сторону живительного родника, а течение несет вас в зловонную клоаку. Ну, опять-таки, тут тоже каждый из нас должен выбирать, кто хочет быть ближе к живой рыбе и к живому источнику воды, кто хочет быть ближе к дохлой рыбе. Кроме нас самих, никто лучше нас этого не знает. На этом я заканчиваю и желаю вам всего хорошего. До свидания.